Друзья, приветствую! Меня зовут Фенина Татьяна. Спасибо, что вы на моем канале и смотрите различные мои истории про клиентов в перманентном макияже. Сегодня я расскажу про одну девушку, которая ко мне ходит с 17 года. И мы проводили с ней дважды перманент брови. И сегодня мы встретились сделать коррекцию. Но коррекцию мы отменяем и делаем сегодня удаление. Почему? Когда я покупаю пигменты на производстве, я сама не технолог. Я всего лишь могу запросить паспорт пигмента и посмотреть, на чем он основан. Но, как обычно, никто все секреты до конца не рассказывает. И на этикетке даже может не быть того, что есть в составе. Поэтому я могу всего лишь со временем пронаблюдать, как пигмент распадается. И хотя сегодня у нас должна была быть коррекция, я вижу, что у нас прежний пигмент, который мы брали, распадается в розовый тон. И на розовый тон я никогда стараюсь, если это не перекрытие и нету противопоказаний, стараюсь не класть следующий цвет, потому что он будет подсвечивать. Расскажу, чем отличаются пигменты и покажу разницу. Смотрите, это два оттенка коричневого. Покажу их ближе. Один пигмент основан на красном, и он будет красивого кофейного тона. Второй основан на желтом и зеленом, и он будет более русый. Видно, да? Хотя это считается два оттенка, именно милк шоколад и дарк брюнет. Они подойдут идеально под какой-то образ, но каждый по-своему будет распадаться. На основе красного уйдет со временем в розовый, вот этот оттенок, допустим. А милк шоколад разрушится и перейдет в светло-желтый тон, а потом вообще в бежевый и превратится в чистую кожу. Это гарантия того, что каждые 2-3 года чистое лицо. Этот же оттенок на основе красного имеет последствия. Мы все это до конца знать не можем, и поэтому, когда мы выбираем цвет, мы кладем как специалисты, либо нейтрализатор, либо предупреждаем клиента, как говорится, на берегу, что цвет может немножечко меняться. И при потере основных оттенков, из чего он состоит, самый базовый цвет, на чем он основан, допустим, красный оксид железа, как у нас было записано ранее, мы сегодня как раз и увидели. Хочу отметить, что я всегда веду соглашение, веду его годами, хранятся договора у меня по 10 лет. Вот такое соглашение, в котором я прописываю все данные, как рецепт процедуры, пишу, когда была процедура, какой диаметр иголки, какие цвета смешаны, в какой пропорции, каким оборудованием я их уложила, и ставлю даты. И мне очень это помогает для того, чтобы, когда клиент ко мне приходит, следить, что произошло и что было, и изначально знать, если это моя работа, что убрать, что добавить в своих технических моментах, в том числе закупки пигментов. Пигмент мы сегодня будем удалять лазером, носочка у нас для красного, вот так она выглядит. Она с одного касания переведет наш розовый оттенок в натуральный руссо-золотистый. Это особенность лазера, он очень быстро решает эту проблему, не надо там перекрывать, перекрашивать, наносить ремоверы, наносить косметику, ничего не нужно. Ровно 30 секунд лазера решает эту задачу. Сейчас я вам покажу весь этот процесс, и вы тоже это увидите. Субтитры сделал DimaTorzok Мы закончили лазерное удаление, перевели брови в красивый русый цвет, еще они будут в течение месяца постепенно светлеть. Посмотрите, в каком покое кожи ничего не произошло, кроме перемены оттенка. Легкое покраснение и такое ощущение тепла будет сохраняться еще минут 30 после основной процедуры. Далее кожа успокоится, и в течение месяца будет мягко постепенно оттенок выводить, и мы сможем провести коррекцию уже на правильном оттенке. Все хорошо? Да, все хорошо. Больше переживали, да? Да, больше переживали, точно. Процедура очень короткая, достаточно комфортная, и спокойно можно ее лечь, провести и забыть о розовых бровях. Спасибо, что смотрели мое видео. Если видео вам интересно, ставим лайк, подписываемся на канал. И если у вас какие-то проблемы с некачественным перманентным макияжем, вы всегда можете обратиться ко мне, прислать фотографию в директ, может быть, обратиться к моему администратору, и я вам обязательно помогу в силу своих знаний.